Всем привет! Сегодня у нас видео косметическое будет, и у меня очень часто задаются вопросы о том, а какие у тебя тени, а какой это оттенок, или какой у тебя тональный крем, или чем-то там что-то накрасила. В общем, поподробнее рассказать о виде косметики, которую я воспользовалась при макияже видео. Я решила такое видео снять, ответ будет на вопросы ваши об этом. Я покажу косметику, которую чаще всего пользуюсь. Это можно было бы назвать фавориты мои, но, как правило, чаще всего это базовый такой набор на каждый день, и на использование видео. Эти те средства, которые бы я чаще всего назвала, что да, вот у меня на глазах сегодня эти тени, а вот это какой-то тон я использовала, так что давайте приступим. Начнем с тональных основ. У меня спросили, у меня тут вся косметика просто на мне лежит, BB-крем какой-нибудь на лето, который не забивает поры. Я сама сейчас в поиске солнцезащитного какого-нибудь хорошего, плюс еще немножко покрывающего или выравнивающего тон крема. Желательно, чтобы это был BB-крем хороший с ПФ-защитой. Но я пока что такой хороший прям не нашла. У меня именно та кожа, которая реагирует на забивание вот этих пор. У меня сразу скочат какие-нибудь прыщи, высыпания могут быть на крем от автозагар. Как его? Солнцезащитный крем и либо на какие-то жирные кремы, которые летом как BB используются, там типа всякие стандартные гарнье, которые очень многие хвалят. Из бюджетных мне это вообще не подходит. У меня это все в принципе стекает с лица и еще и забивает поры. То есть мне в принципе подобрать солнцезащитное средство и тональное на лето очень-очень проблематично. Но из всего, что я перепробовала, но это не самое хорошее. Но и может быть я куплю снова. Это CC-крем от It Cosmetics. Защита здесь 50. Очень неплохое покрытие. Но он лучше всего подходит для сухой кожи. Он будет просто идеальны. Для жирных тоже пойдет. Но надо припудривать. Но мне нравится то, что он съезжает с лица не так заметно. И он в принципе очень долго держится. В поры равномерно проваливается в течение дня. Короче, неплохо работает. Хотелось бы еще лучше, но еще лучше я пока вообще не нашла. У меня оттенок Light. И я им еще и зимой всегда пользовалась. Я бы купила еще меньше тон. Покупала на Культ Бьюти. Гораздо светлее тон хочу купить. Есть Fair. Light, Fair вроде бы и Light. Вот серединку, короче. Это третий, если так отсчитывать. Первый вообще самый-самый светлый. И я бы второй купила. Вот у меня Light на один светлее. Но вообще для сухой кожи BB такое покрытие хорошее. И с SPF клевым. Действительно кожа не загорает. Я им пользуюсь каждый день фактически. У меня лоб очень быстро сгорает. Поэтому приходится им пользоваться. И так как он не темный Light даже на загорелую кожу. Я его... Он прям желтый очень. Я его разбавляю каплями Adgester. Для того, чтобы он был светлее. Неплохо. Хотелось бы еще лучше. Но пока что нет. Из всего, что перепробовала, на данный момент им пользуюсь. И куплю еще раз, потому что лучше не нашла. Если есть рекомендации, пишите под видео. С удовольствием попробую. Вообще о тональных кремах. Если будем говорить, всегда зимой на мне плотные тональные кремы. Либо для того, чтобы снимать ваше видео. Чтобы перекрывать какие-то нюансы. Из нюансов у меня только такие проваливающиеся поры. Вот здесь. Но они не всегда. Это тоже зависит от уровня воды в моем организме. От отечности. И еще от времени года. Летом, конечно, кожа более пористая. Зимой она по суше подтягивается. Пор фактически нет. Иногда в виде вот я тем биби использую, когда вам снимаю. Но вообще всегда, уже много-много лет, у меня неизменная Тести Лаудер W. Хорошо наносится только бьюти-блендером, спонжиком. Кисточку полосит. Сразу предупреждаю. Кто пользовался, наносил кисточкой и остался недоволен. Попробуйте бьюти-блендером или спонжиком. У меня 1N1, но самый-самый практически светлый. Это прямо на зиму. И еще у меня Lancome Tent Idol Ultra. Здесь у меня оттенок 01. Этот темный, этот светлый. Я их вместе смешиваю. Текстура у них очень похожа. Они в принципе очень похожи. Два тональных крема. Просто здесь алкоголь побольше. Он прям пахнет, чувствуется. И тот, и тот. Этот я вообще много-много-много раз, наверное, 4 покупала. Этот один раз, и вот он уже чуть-чуть у меня заканчивается. Этот посветлее я бы еще раз купила. Этот обязательно. Он мне всегда вообще просто. Всегда он у меня есть. Но я думаю, на замен Lancome приобрести, попробовать тональный крем от La Mer, который все очень-очень хвалит. Я хочу попробовать. Но покупать буду только при личном затесте. Когда что-то где-то там в магазине откроется. Не в интернете вообще. Потому что это в интернете куплено. Это все у меня мимо по цветам. И просто я на циферку обращала внимание. 0,1. А оказалось, что 0,1-то далеко не самый светлый тень тон. У них вообще какая-то проблема с нумерацией. А в этом тональном креме, скажу, он такой немножко резиновый. Но по стойкости в течение дня они очень-очень похожи. По нанесению немножко разные. Закрепление. А, еще консилеры. Консилеров у меня уже давным-давно. Два. Это La Clorance Instant Conceal. Ну, там у них один такой. Тюбики, вы не ошибетесь. У него там 2 или 3 оттенка. У меня 0,1, 0,2. Да, 0,2 он желто-розовый. 0,1 он желто-светлый такой, белый. Тут немножко этот с розова. Я думала, он немножко просто с розова. Но нет. Он очень коричневый. На лето, да. Я его поэтому разбавляю с чем-то. Либо с аджастером посветлее делаю чуть-чуть. Либо с вот этим. Это у меня... Упс! Это Huda Beauty. Оттенок у меня Marshmallow 0,2B. Он на меня, наоборот, очень светлый. Даже в зимний период очень светлый. Я вообще даже девочкам светленьким не советую его. Это очень светлый оттенок Marshmallow. Надо где-то следующий хотя бы попробовать по нумерации. Вот скажу, вот он пахнет немножко вот этим арабским ароматом. Но на глазах это там, да, сильно не ощущается. Как у нее многие тональные крем. Там духи их у Huda. Это очень хороший консилер. Я его прям советую. Под бровью что-то. Он железно-бетонно будет держаться весь день. Он даже порой не смывается пенкой. Его надо снимать именно средством для снятия макияжа. Вот когда вы макияж с глаз снимаете. Этот сам по себе классный. Это для более-менее... Вот у меня мама им пользуется. Для возрастной кожи под глазами. Когда есть морщинки и все прочее. Он не очень сильно подчеркивает. Он очень-очень жидкий. Это его плюс. Он не кремообразный. Он прям жидкий. И очень хорошо заполняет. Все в общем. И перекрывает достаточно хорошо. Жидкий, как водичкой. При этом с хорошим покрытием. Этот кремовый. Ну, перекрывает и держится вообще железно-бетонно. Он просто прям застывается. И им очень нужно быстро наносить, работать. Оба вместе, кстати, комбинация. Я из-за оттенков начала. Ну, как бы этот не угадал с цветом. И этот попробовал. Раньше у меня 0,1 был. Покупайте 0,1. 0,2 это прям для брюнеток очень темных. И, короче, думаю, ну попробую вместе. Очень, кстати, хорошо сочетаются. Я им уже давно-давно, больше года вместе пользуюсь. Оба готовы повторить. И пробовать какой-то новый консилер я бы, наверное, не стала. Я вернусь к вот этим двум. Это вот прям то, что у меня будет всегда в косметичке. Новый, может, я попробую какой-нибудь. Там из интереса чисто. Маленькая может формать. Знаете, пробников каких-то. Но вот это вот прям то, что никогда из косметички в ближайшее время не уйдет. Колбасы под глазами не скатываются. Довольно хорошо стойко держатся. Нежирные. Это прям плюс их огромный. Чтобы все это дело закрепить, у меня пудра Hourglass Veil Translution Setting Powder. Очень мне нравится. Здесь еще у меня... Сколько пользуюсь? Половина еще вот столичка. Ну это очень много. Цвет у меня. Там вроде она в одном цвете. Пудра мне очень нравится. Особого аромата нет. Тут уже высыпалась буковка H от Hourglass. Мне очень нравится. Она не забивает поры. Прекрасно лежит. Это одна из лучших таких пудр. Ну она и стоит хорошо как бы. Она свои деньги, так скажу, оправдывает 100%. Я не жалею, что купила. То средство, опять же, это же самое прям мое все лучшее, что я люблю. Это прям то средство, которое я повторю снова и снова. Но в следующий раз я все еще не купила. Я уже много лет хочу купить себе от La Prere рассыпчатую пудру. Я все-таки, наверное, доделаю этот шаг. Но вот это прям всегда к ней готовы вернуться. Мне очень нравится. Закончится куплю еще раз, вообще не задумываясь. Так, дальше что у нас? Контуринг. Вот у меня Кевина Коун. Я его много раз показывала. Он все еще тот. Ему не знаю сколько, уже несколько лет. У меня наконец-то тут началась дырка. Цвет у меня medium. Покупала на Культ Бьюти. У меня все три оттенка. Light, medium и темный есть. В наборе я раньше покупала. Они у меня еще не открытые, даже ни разу не пользуются. Потому что он очень медленно расходуется. Потрясающий, четкий, light. Я бы посоветовала прям девчонкам от природы блондинкам. Именно кого брови светлые. Прям супер-супер нежным он будет. Medium всем подходит фактически. Но тем, кто прям белокожим, надо поосторожнее. Вот рыжим очень хорошо этот оттенок подойдет. А которые темные, им тоже в принципе блондинкам можно пользоваться. Я имею в виду светленьким девчонкам светлым. Типа и брюнеткам светлой кожи я имею в виду. Не прям, потому что это марка не российская. Не на наш, я имею в виду, славянский тип внешности рассчитана. Там как бы в рекламе на дарк оттенок темный. Вообще темнокожие девочки рекламируют африканки. Поэтому я бы не сказала, что прям для них он темный. Его реально наслаивать можно будет черным. Но темненьким тоже можно пользоваться. С легонца кисточкой. Вообще супер. Из такого контурирования и бюджетного мой фаворит, который я тоже обязательно куплю еще раз. Как вы видите, уже две дырки и румяна, конечно, половина у меня ребенок выковырял. Но вот этот скульптор, лично я туда руки не были засунуты. Здесь у меня Пикассо, палетка для стробинга эстрады. Я куплю еще раз номер у нее 502. 10 грамм продукта. Здесь всего, смотрите, вон только хайлайтер. И то в нем конкретная такая дыра. И хайлайтер все супер. Это вообще из бюджета. Это одно из идеальнейших средств, которые можно найти. Потрясающе, как вот Кевина Коун. Но качество, конечно, похуже. В плане он не такой темный, не так долго держаться будет. Но из бюджета, из многих люксовых средств этот контур вообще не уступает ничем. Просто суперски. Румяна очень легкие, нежные. При этом они цвет оставляют очень светлые, румянимые на щеках. Очень светлые, нежные. Хайлайтер просто идеальный, похожий на Mary Lou Manizer. Хайлайтер шампейн вроде, да, он называется. Очень, короче, похожий. Дальше палетка для лица. Это, опять же, Hourglass. Это Ambient Palette. И я в этом году лимитку такую же не стала покупать. Потому что ту палету я еще не закончила. Но, как видите, у меня уже здесь дырки. Здесь уже очень хороший бронзер. Я бы его отдельно купила. Но если я буду покупать в следующем выпуске вот эту лимитку, бронзер покупать отдельно не буду, не пригодится. Очень нежный. Это палетка на каждый день. Я его много раз уже показывала. Я и так реально и пользуюсь. Вот уже тут дырки в пудрах, их уже фактически нет, они не набираются. Румяна очень яркие, я им тоже пользуюсь. Хайлайтер очень нежный. И на повседневку. И бронзер тоже очень нежный. Прям, ну это супер. Всем пользуюсь. Мне все понравилось. Прям потрясающе. Это то, что... Ну, у них есть... Это была такая самая первая нейтральная более палитра. А до этого они выпускали более желтого варианта. Теплого. Для теплых девочек. Мне-то вообще бы не подошло. Там все такое желтое яркое было. А вот это в самый раз. И теперь глаза тени. Вот такая палетка. Чаще всего именно на повседневку. Для видео, для макияжа поярче я использую тоже худеную палетку Desert Dusk. Но вот эта New Nudes, она у меня постоянно. Я всегда... Хочу какие-то одни тени, но для макияжа видео я ее всегда использую. Ну и на каждый день в том числе. В принципе, видно, да, она не оттирается. Такая вот грязная она, к сожалению, и есть. Ну, короче говоря, вот так пользуюсь. Не пользуюсь вот этим оттенком. Вот этим, это блестки чистые. Активно пользуюсь. Вот этот матовый, очень классный у них. Консилер, как видите, весь, конечно, загадывался за перепачку. И два вот этих оттенка, очень хорошие для складки века. В общем, они все классные. Но только, да, они сыпятся при наборе. Если прям тыкать вот так кисточкой наносить, они будут что-то отсыпаться. И в самой палетке будут крошиться. Но это нормально, в принципе. Есть тени гораздо хуже. Мне вообще они, в принципе, нравятся. Зеркало тут хорошее, большое, которым я и пользуюсь при нанесении макияжа. И про губы. Я люблю матовые помады. Обычно в видео у меня, видите, матовые помады. Два моих фаворита, которые у меня всегда на видео присутствуют. Это вот я использую всегда холодные оттенки. Немножко такой увядающей розы. Это мне подходит. Best of the best. По текстуре по всему. Это Stila Stay All Day Liquid Lipstick. Бачий оттенок. Это жидкая помада. Ну, она вот такая. Вы все это у меня всегда на губах видите. Она мне очень подходит. По цвету тоже моя вторая. И Lime Crime Кашемир. Тоже это самый у них, наверное, продаваемый. Как называется это? Не знаю. Кашемир. А вот серия этих. Просто жидкая матовая помада Lime Crime. Они у них, наверное, одни и есть. И разница от этого более темная. С коричневой немножко. Но она холодная. На губах более такая фиолетовая дает. Чем она отличается? Это кремовая прям приятная на губах. Супер. Это более жидкая текстура. Она как вода. И вообще, когда она постоит, она осаждается водичкой. И ее надо будет взболтать. Перед тем, как наносить. Разделяется на фракции. Там немножко масла есть. И само украситель. Удобно наносить, потому что она очень тонкое покрытие делает. Водой просто, по сути, ты намазала. Но раз высохло и цвет появился. Очень пигментированные. Классные. И не скажу, суперстойкие. Любое, что ты что-то жирное поешь, любая помада уйдет. Но контур все равно останется. Мне очень они нравятся. Это вот сегодня я вам рассказала все, чтобы вопросов не задавали. А что это, а что то у тебя. Вот это те фавориты, которые у меня всегда в видео. Всегда в макияже. На каждый день на мои видео. Я их всегда-всегда использую. Это то, что я куплю еще раз с большим удовольствием. Пишите ваши фавориты. Например, для меня огромная находка прошлого года была вот эта палетка эстрады бюджетная. Классная. Я ее еще раз с удовольствием куплю. Если не закроется там какой-то их производство, с удовольствием повторю. Пишите ваши находки, какие-то интересные. Или если есть вопросы по косметике, задавайте. С удовольствием на них отвечу. Спасибо за внимание. Всем пока.